Освобождение Освобождение заложников Это всегда радостное Обстоятельство И радость большая И для родственников И даже для тех, кто просто наблюдал А вот то, что мы сегодня имеем Да, освободили заложников Ну какой ценой? Цена этому То, что сегодня Путин Россия В результате сегодняшнего обмена Получила Карт-бланш Для продолжения политических убийств В странах Западной Европы И Европы Для продолжения Захвата заложников С тем, чтобы в последующем Если эти убийцы и киллеры Попадутся И будут задержаны Для их обмена Все это началось не сегодня Это началось К большому сожалению Еще с 2004-го в году Когда был взорван С десятилетним мальчиком Экс-президент Чеченской республики Зелимхан Яндарбиев И сотрудники ГУР И сотрудники посольства Которые работали Под дипломатическим клише Используя Дипломатическую почту Внесли в страну Катар Взрывное устройство И в пятничный день Взорвали его машину И в последующем Был суд Они были задержаны И приговорены К высшей мере наказания В Катаре 25 лет Это и считается Высшая мера наказания Но в последующем Путин добился того Чтобы этих людей Освободили Он их встречал в Кремле Удостоил государственных наград Тогда Международное сообщество Еще не до конца Понимало Что происходит в России Не ориентировалось Кто такой Путин Еще вопросы оставались Хуй из мистер Путин Демократ Или человек Который вышел из КГБ И делает свою работу Ну на фоне Полупьяного Ельцина Он выглядел Всегда каким-то Выглядел Респектабельным И Запад пошел навстречу А то что сегодня сделано Выдали убийцу Вот давайте остановимся на тем Вы выдали убийцу Человек Который в центре страницы Столицы Берлина Застрелил Своего противника Политического противника Путин Понимал что он делает Когда он все эти годы Эти 2-3 года Он добивался того Чтобы его освободить Он захватывал Заложников И все-таки добился этого А началось с 2000 А с чем У Путина есть правило Он поощряет убийц Которые совершают преступления Более того Он все это подвел Под закон В 2006 году Был принят закон о том Что любой человек Который критикует Сегодняшнюю власть Вернее российскую власть Он приравнивается К экстремисту И террористу И объявляется врагом государства И второй закон Который позволял Российским спецслужбам Где бы этот человек Не находился Ликвидировать Врагов Российского государства И Путин продолжает Это делать Путинские киллеры Совершили Террористический акт В 2006 году В Лондоне Пострадало более Тысячи человек И люди Которые Совершили этот теракт Сегодня Он заседает Андрей Влаговой Он заседает Государственной думы Он стал Государственным мужем Обладателем Государственных наград И сегодня Человек Которого Отправили В Москву Он Будет награжден И я уверен В том что Они продолжат Практику Политических убийств На Западных странах И поэтому Я не совсем уверен В том что Те люди Которые Находились в заложниках Я говорю Именно Про Илью Про Володю Карамурзу Сегодня он Объявлен Официально Объявлен Агентом Западных служб И врагом Российского государства И следующий Красиков Может теперь уже Приехать в Соединенные Штаты Или в какую-то Другую страну С тем чтобы Его ликвидировать И Путин говорит Вы выполняете То что я вам говорю А за вас Буду бороться я И вы Не понесете Особо наказание За те За те Убийства И преступления Которые вы Совершаете В угоду Мне и Российскому государству Вот что сегодня Произошло Путин сегодня Получил Карп-бланш Для продолжения Политических убийств И агенты Путин Перейдем К другой теме Путин Более чем Два раза Увеличил Единовременную Выплату За контракт С Минобороны С последующей Отправкой На войну В Украину 400 тысяч Рублей Почти Два миллиона Рублей За ту же Опцию Обещает Мэр Москвы Собянин Сразу после этого Губернатор Ставропольского Края Анонсировал Семикратное Увеличение Единовременной Выплаты До полутора Миллиона Рублей Ну и кроме того Власти Ноу-хаус Запустили Так называемую Реферальную Систему Для вербовки Приведешь Потенциального Добровольца Получишь Пять тысяч Рублей Об этом в частности Издание Верстка Пишет Вот Видно что Кремль Не жалеет Денег Чтобы привлечь Новое Пушечное Мясо На войну Я так понимаю Массового Бегства От мобилизации Как это было В двадцать Втором году Не предвидится Как раз Именно деньгами Москва И пытается Вот этого Избежать Как вы считаете Совершенно верно Вы даете Правильную оценку И то что Происходит На линии Фронта Я опять таки Это связываю С тем Что произошло Сегодня днем Вот Победа Тактическая Победа Путина И тактическое Поражение Стратегическое Поражение Путина В войне В Украине В Украине Вот ему Нужна была Вот эта Тактическая Победа С тем Чтобы Немного Хотя бы Компенсировать Своё поражение На линии Фронта Украины Безусловно У него там Очень тяжёлое положение Нехватка людей Каждый день Около тысячи человек Выводят из строя Убитыми и раненными Каждый день Он пытается Продвигаться Всё больше и больше Вперёд С тем Чтобы Вынудить Украину Он наносит Колоссальные удары По инфраструктуре По жилым По жилым Домам Покушается На жизнь Мирных людей Всё это Делается Для того Чтобы Устрашить Украинский народ И склонить Их К мирным Переговорам А эти Мирные переговоры Путину Нужны Только лишь Для того Чтобы собраться Силами Перегруппироваться Залезать Раны Подтянуться Подкопить Денюшек Ещё И снова Начать Эту же Войну Потому что До тех пор Пока Путин Остаётся У власти А Путин Будет оставаться У власти До тех пор Пока Сохранится Российская Империя И поэтому Никаких Других Возможностей У Путина Изменить Ситуации На фронте Нет Кроме как Пытаться Продолжать Войну И эти люди Ему нужны В качестве Пушечного Мяса Он их Находит Потому что В России 70-80% Безработица И конечно же Вот эти деньги Которые они Сегодня начали Выделять Они Они востребованы Населением И они готовы Пойти куда угодно И убивать И убивать Кого угодно Вопрос в другом Почему Сегодня Мир Допускает Так Того Чтобы Путин Имел Эти Миллиарды И миллиарды Каждый день Чтобы он Зарабатывал Эти деньги И чтобы он Эти деньги Направлял На убийство Украинских Граждан На разрушение И на Вот Тот террор Который он Устраивает Вот в этом вопрос Надо сделать так Чтобы Мир понимал До тех пор Пока Путин Под разным предлогом Будет получать Эти миллиарды Из западных стран Обходя эти санкции Война будет продолжаться Если даже Он добьется Какого-то затища Он заново Начнет эту войну До тех пор Для того Чтобы добиться Своей цели А цели Он уже сформулировал Это Деноцификация И Демилитаризация Это значит Уничтожить Этнос Украинский Как нацию И Разрушить Уничтожить Ликвидировать Украинское Государство Вот эти цели Они остаются Для Путина И для его окружения Приоритетными Они это Не скрывают И поэтому Нужно исходить Из того Что Должен сделать Мир С тем Чтобы Путин Не победил В этой войне А это В первую очередь Нужно лишить Его возможности Зарабатывать деньги В Минобороны Шойгу В первой очередь В этой войне В первую очередь В первую очередь В первую очередь Они начинали Свою карьеру И они, в принципе, эта структура и ведомство, они учитывают опыт, исторический опыт. Вы знаете, после поражения Первой мировой войны именно военные и те, кто воевали на фронте, они сделали так, что свершилась революция. И Путин понимает, что военный бунт и массовое выступление военных на территории России, оно будет поддержано той массой, которая сегодня отчасти поддерживает Путина, надеясь на победу. А если он проиграет эту войну, естественно, они захотят его наказать за это поражение, опять-таки. И будут задействованы именно российский генералитет и военные. Они сегодня поставили перед собой задачу взять стопроцентно под контроль вот эту структуру Министерства обороны. Вы знаете, что Союз офицеров России с самого начала выступал против агрессии России, против Украины. Они предупреждали Путина и требовали от него не начинать войну в Украине, ибо это положит конец Российской империи, Российской государственности. И сегодня, когда на фронтах ситуация очень плачевная для Путина, необходимо и важно изменить и взять под стопроцентный контроль вот именно Министерство обороны. Другие структуры, силовые структуры в этом государстве давно уже взяты под контроль. А вот этот Димаш Пригожин, который, на мой взгляд, был инициирован самим Кремлем с тем, чтобы выявить слабые места в этой структуре для ненадежных людей, и с тем, чтобы провести вот эту зачистку, которую они сегодня проводят в Министерстве обороны. Я думаю, что это делается с одной целью, для того, чтобы взять стопроцентно под контроль вот эту именно структуру, которую представляет и называется Министерство обороны и Российская армия. Глава общественной наблюдательной комиссии Дагестана опубликовал видео из отделения полиции в Махачкале с избиением участника СВО, так называемого. Вот 48-летнего Ахмеда Джабраилова задержали еще 9 июля после жалоб местных жителей. Вот по их словам, он в беспамятстве забрался на крышу, бегал с ножом, не узнавал родителей. И вот тогда же стало известно о его смерти, вот после этого избиения в полиции. Как вы считаете, подобных случаев с так называемыми героями, которые поехали в Украину убивать и зарабатывать, их будет все больше? Безусловно, их будет все больше и больше. Если за Чеченскую войну, период двух Чеченских войн, Путин путем ротации провел через эту войну, через кровь, насилие полтора миллиона людей. Полтора миллиона людей. А вы представляете, сколько он проводит через Украину сегодня в этой жестокой войне, которая уже идет два с лишним года, почти три года. Конечно, эти люди, они возвращаются обратно в Россию. Тех, кто не утилизирует в Украине, они возвращаются туда. И они уже проблемные. Помимо тех, кто, если даже они не искалечены, если у них даже, как у этого СВОшника, у них руки целые, ноги на месте, но с головой происходит то, что не подконтрольно Путина. И это все возвращается в Россию. Именно вот всего этого в комплексе и боится Путин, и вот существующая система в результате вот этой войны. Тех желаемых результатов за Блицкриг они не добились, не покорили Украину за неделю и не присоединили ее. А вот продолжающаяся война, она все с каждым днем и с каждым годом является более опасной для существования и системы, и сохранения Российской империи. Поэтому, да, это проблема, которую ничем никак нельзя будет решить. Ни Путин, ни эта система, они не могут ее решить, если их только физически не ликвидировать. А для этого, вот как раз таки, я думаю, та система, которая сегодня выстраивается в силовом порядке, и Росгвардии, и все ключевые позиции, которые занимают люди, которые повязаны кровью в военных преступлениях и против чеченского народа, и против Украины, ими он и укрепляет их, и эти силовые структуры. И в Министерстве проводится, в Министерстве обороны проводится именно вот эта зачистка и попытка поставить себе надежных своих людей в этих структурах. История такая бизнесовая, но с душком. Крупнейший в России семейный бизнес сейчас переживает развод. Основатели маркетплейса Wildberries, Татьяна и Владислав Бакальчук, подключили к своему спору Путина и Кадырова. За сопровождающейся разводом сделкой, по данным медиа, может стоять миллиардер и политик Сулейман Керимов, чьи интересы давно пересекаются с интересами Кадырова. И это далеко не первый раз, когда Кадырова просят решить такую проблему, но вот первый, когда Путина. Давайте разбираться, кто кому защитник. Может быть, вы лучше в этой всей истории разбираетесь? Для меня, Илья, на самом деле, очень показательное в этом эпизоде, это то, что они на весь мир демонстрируют, что нету такого государства, как Российская Федерация. На международном уровне это очень хорошо показал Березовский и Абрамович, когда шел судебный процесс в Лондоне. Они разъясняли миру и англичанам, что и как они существовали, и как они приводили к власти Путина, и кто кого крышевал. У них были новые слова, крышевать, я под его крышей, он под этой крышей. То есть они показали на лицо, что такое путинская Россия. И сегодня мы видим в результате вот этого случая, где развод оформляют бывшие бизнес-партнеры и муж с женой, что сегодня они прибегают не к законам, не к каким-то государственным структурам, а к частным лицам, и к Путину, и к Ибрагимову, или Кадырову. Вот это то состояние, которое мы имеем, с чем мы имеем сегодня дело. И когда и международные институты, и другие страны, государства начинают говорить о России как о каком-то государстве, общепринятом понимании, вот в этом есть величайшее заблуждение. Я не знаю, когда они научатся называть вещи своими именами. Этого государственного образования нет. Есть террористическая организация под названием РФ, которая сегодня шантажирует весь мир и убивает украинский народ. И оккупировала Чеченскую республику. И мир, чем раньше это осознает, тем оно может гарантированно обезопасить себя от этой бандформирования Путина, Кадырова и ряд с ним других, которые сегодня живут за счет существующего режима и за счет той территории, которую они сегодня захватили. И используют весь природный ресурс и распределяют его между собой и между кланами. Скажите, а вот чем Кадырову так не угодил Ютуб, что он подключился к этой кампании по дискредитации этой системы? Не дают покоя антикадыровские выступления российской оппозиции, которые так часто в Ютубе появляются? Как вы расцениваете в целом намерение Кремля блокировать россиянам доступ к платформе? Кстати, вот сегодня произошел такой массовый сбой в российском сегменте Ютуба. Но вот как говорили наши собеседники на Freedom, что во многом эта власть стреляет себе в ногу, запрещая Ютуб в России. Как вы считаете? Нет, смотря о какой власти идет. Если бы речь шла о власти, которая избрана народом и живет для народа, и существует для народа, то, да, безусловно, потеря Ютуба, это можно было бы именно так расценивать. Но сегодня вопрос, вот как вы начали, что не устраивает Кадырова? Кадырова на самом деле не устраивает и вы, я и все те, кто сегодня доносит правду до жителей и Грозного, и Чеченской республики, и России через Ютуб. Потому что телевидение с 2002 года, или свободная пресса, независимая пресса, с 2002 года России не существует. И это единственное такое информационное поле, где люди могли получать информацию. Относительно для России, я просто удивляюсь, почему они до сих пор этого не делали. С кем сегодня Путин дружит? С Ким Чен-Иром, с Ираном, с Китаем. Сама изоляция сегодня для Путина и для России, изоляционизм, это самый надежный выход. Потому что вот с теми природными ресурсами из той территории, из этой массовой, они могут находиться еще десятилетиями, существовать изолированно от мира. А первое, что они должны сделать, это отключиться от внешнего мира. А Ютуб – это та структура, которая сегодня на весь мир освещает все те проблемы, которые существуют. И показывает миру и людям, которые наблюдают за этими процессами, что так жить нельзя, что в России, то, что происходит в России. Понятно, они пытаются изолировать себя от этого. Интересно ваше мнение по поводу недавнего сообщения по поводу уничтожения большой группы вагнеровцев в Мали. И особенно по поводу заявления спикера Главного управления разведки, Минобороны Украины Андрея Юсова, что повстанцы Туареги получили необходимую информацию и не только для ликвидации российских наемников, среди которых, кстати, были и те, что воевал в Украине. Ну и как бы такой небольшой анонс, что продолжение будет. Вот это, Илья, это показатель того, что Украина как государство состоялась, в прямом смысле этого слова, со всеми структурами, которые должны работать. И военная разведка, и службы безопасности, и те структуры, которые сегодня находятся в состоянии войны, и будут бить агрессора и противника, где бы он ни находился. Это показатель того, что насколько сегодня большие возможности Украины и украинских структур, которые сегодня отражают российскую агрессию. Во-первых, правда за ними. Во-вторых, весь мир за ними. И в-третьих, у них есть технические возможности влиять на ситуацию. И там бы, где русские не находились, они их будут уничтожать и ликвидировать. И это очень хороший, показательный пример, что произошло в Африке без ликвидации ЧВК Вагнера. А для меня, у меня нет никаких сомнений, что вот этот ЧВК Вагнера и люди, которые вошли в эту структуру, это те же самые, одни и те же люди, которые убивали чеченцев, убивали украинцев, убивали сирийцев, и убивали и грузин, и всех, кто все эти годы находился под российской агрессией. И продолжают находиться. И поэтому, я думаю, что это очень показательно. И это говорит о том, что Украина, как бы Путин не боялся и не хотел этого, Украина состоялась как государство. И я верю в победу Украины. Именно вот такие масштабы и такой разворот событий подтверждают то, что Украина состоялась. Полминуты. Попросим вас вписаться в этот промежуток. У нас остается эфирного времени. За кого болеете на Олимпиаде и как вам участие опосредованное российских спортсменов? Вообще не болею ни за кого. И считаю это пиром во время чумы. Франция и все страны, Олимпийский комитет, до тех пор идет война в Украине, должны были перенести эту Олимпиаду и остановить. Если они не могут остановить войну в Украине, то они должны были хотя бы прервать вот это сборище людей, которые сегодня пляшут над костями убитых и убиваемых каждый день детей, женщин, стариков в Украине. Я не болею ни за кого. Но самое показательное из всего, что положительно, это то, что Россия сегодня не участвует в этих процессах. И Россия стала по-настоящему изгоем хотя бы в спортивном мире. Чего мы желаем для политических институтов. Спасибо огромное за участие в вашем эфире. Всегда рады вас видеть на Freedom. Ахмед Закаев, председатель Кабинета министров Чеченской республики Ичкерия, за рубежом был с нами на связи. Спасибо еще раз. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин